Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. Еще бы мне, господа, хотелось начать. Ну, смотрите, все вы знаете, что в итоге за выходные произошли серьезные события. В итоге израильские сатанисты нанесли удары в Ливану. Не только там, притом один удар, там было их огромное количество. И, конечно же, в итоге был уничтожен Насрала. Это предводитель Хазбаллы. Но надо понимать, что на этом все не закончится. И нас, конечно, интересует дальнейшая наземная операция. Потому что сатанисты Израиля могут действовать только исключительно под прикрытием США. Когда, собственно говоря, бьют только авиации, ракетами и так далее. Когда они вступают в прямые действия боевые, от них остается мало что. И в реальности уже, как говорится, ситуация с Хамас это тоже показала. Поэтому, конечно, нас интересует в сфере, так сказать, того, что будут, как дальше развиваться события. Именно интересует наземная операция. У нас в телеграм-канале мы, конечно, все это дело абсолютно, как говорится, все наблюдали. За всем этим абсолютно следили. Но что для того, чтобы, так сказать, именно все это ограничить, именно как воздействие все это на рынке, да. То вот непосредственно один пост, я вам всего лишь пока покажу, который говорит о том, что ситуация, как я уже сказал, только начинается на самом деле. То, что убили, как говорится, Насролу, это еще не говорит о том, что все, как бы, все их избали конец. Это абсолютно очевидно. Израильские сатанисты действовать могут только под прикрытием США. И любого поставь, чтобы за ним стояла непосредственно вся мощь, как говорится, натовского контингента и так далее, да. И любой превратится в Израиль сразу. Не то, что этот ублюдок Нитаньяху считает себя богоизбранным и, собственно говоря, так сказать, обладает такими возможностями. Нет, просто за ним стоят непосредственно лобби тех же сатанистов, которые находятся в Америке. Сианистский режим это чисто сатанистский режим, то есть это чистые воды сатанисты. Кто не верит, можете посмотреть там в Википедии и так далее, там где угодно. Даже уж Википедия это такой же тоже информационный кусок говна, но все равно даже там признается, что сианисты это фактически сатанисты. Поэтому, в принципе, все очевидно. Лобби их, естественно, в США максимальное. И поэтому, естественно, этот ублюдок ушастый действует исключительно только потому, что, собственно говоря, за ним стоят непосредственно сатанисты из США. И именно по поводу сатанистов из США нас интересует следующее заявление. Пентагон заявил, что повысил готовность дополнительных военных сил США для оперативного ответа в случае атаки Ирана и его союзников на американский персонал и интересы в регионе. Обратите внимание, то есть американские ублюдки четко, как говорится, уже подтверждают, что они интересуют, как говорится, имеют интересы. И мы понимаем, с чем это, естественно, с нефтяным, прежде всего, районом. Также мы понимаем, что ситуация воздействия на саудитов и так далее, всех, кто находится в этом регионе и, соответственно, влияет на ситуацию с ценами на нефть и так далее. Естественно, им надо демонстрировать свою возможность подавления, силы и так далее. Еще раз говорю, пока процессы только в начале. Несмотря на то, что там Хазбалла даже понесла определенные проблемы, определенные потери, но еще раз говорю, сатанистские ублюдки еще не зашли на эту территорию. Как только они зайдут на эту территорию, уже война будет идти совершенно по другим правилам. Потому что одно дело, когда ты просто американскими бомбами, американскими ракетами издалека все разносишь, да, и фактически против страны, у которой, ну, понятно, что там ПВО не существует в таком, например, варианте, как у России. Если бы эти ублюдки полетали над Россией, то, собственно говоря, их самолеты уже быстро бы закончились. И они это прекрасно понимают, что если воевать против стран, у которых действительно и существует полноценная армия со всеми видами вооружения и так далее, да, эти ублюдки не будут чувствовать себя богоизбранными, а будут подыхать пачками. Поэтому, в принципе, там, где, естественно, можно, как говорится, безнаказанно летать бомбить, а только, в принципе, вся, как говорится, военная, скажем так, стратегия, она исключительно у сатанистов, что у американских, что у израильских роли не играет. Она одна исключительная фрикда, сженная земля, фактически полностью уничтожение в пыль всей гражданской структуры. Мы это видели также в Югославии, когда эти ублюдки там точно так же все поступали, да. Вот, поэтому тут все понятно и очевидно. Все под прикрытием сатанинских США ублюдков. Притом, смотрите, ситуация какая. То, что, вот это вот не зря, кстати, указано о том, что они повысили готовность дополнительных военных сил США для оперативного ответа, да. Почему? Потому что, смотрите, в случае атаки Ирана и его союзников на американский персонал. Притом, обратите внимание, союзников это можно также посчитать и Россию в том числе, да. Потому что мы уже говорили о том, что в реальности Иран у нас, как говорится, будет находиться с нами по последним, так сказать, заключенным договорам безопасности. Полностью все объемнище поддерживаемый, да. И смотрите, а ситуация непростая, потому что, смотрите, они об этом заявляли, именно о том, что фактически Ливан ставят в блокаду. Вот, кстати, кому интересно, можете почитать, да, что такое жидомасонство, да, и что такое сионистский режим. Что это чистой воды, вот, чистой воды сатанисты в чистом виде. Сионисты, сатанисты и, собственно говоря, вот, смотрите, идиомасонство, да, иудиомасонство, как контрцерковь. В результате этого отуждествлять его с сатаной или с антихристом. То есть это чистой воды сатанисты. Это ублюдки, которые сфальсифицировали в свое время, что называется, историю, что они там жертвы. На самом деле это самые твари конченые, которые непосредственно являются самыми агрессорами в этом мире. И понятно, что точно такие же ублюдки сидят в США. И поэтому, в принципе, еще раз говорю, это та, собственно говоря, проблема всего мира, которая должна быть в итоге уничтожена. Другого варианта нет, потому что эти ублюдки не остановятся. Они понимают только полное уничтожение и ответ силы. Вот мы видим, что как только кто-то перестает отвечать, да, вот сейчас мы видим, что ответить смогла только пока Россия. Все остальные, как говорится, неизвестно по каким причинам, что там запуганы, куплены. Потому что мы понимаем, что все ублюдки всегда покупали всех, да, все элиты и так далее. Поэтому тут как бы надо понимать, что процессы подковерные мы, конечно, не знаем. Но нас интересует вот что, смотрите. Во-первых, то, что по Израилю отвечали со всех сторон, начали отвечать и с Ирана, и с Ирана, и с Ирака, с той же Ливии, там тоже, как говорится, хуситы с Йемена и так далее. Все это началось. Но самое главное, вот я бы вот на что обратил внимание, в сфере того, что вот заявляет вот непосредственно Пентагон, да. Вот смотрите. Вот это нас будет интересовать. Вот видите, хуситы заявили, что нанесли удар по премьер-министру Израиле Нетаньяху. Скорее всего, это ушастая обезьяна, конечно, не сдохла. И по ней не попали. Это, конечно, большая трагедия для всего мира. Но в целом, как бы, да, надо понимать, что такие удары с других территорий, они станут происходить. Значит, это в это время, когда министр обороны Израиля проводит совещание с военными по поводу расширения военных действий в Ливане, сообщил израильской веновнице. Как раз они в этот момент наносили удары. Значит, Хазбалла добилась ряда попаданий в Иерусалиме и на севере Израиля. Очень мало там, по крайней мере, кадров, как, ну, скажем, есть кадры попаданий и так далее, горячих машин там. Но мало, мало. На самом деле должно попадать гораздо больше. Потому что эти ублюдки Ливан просто превратили, как и сектор газа, практически в пыль. А непосредственно, как говорится, этим ублюдкам как-то, как говорится, соболезновать, даже после теракта, который был на их территории, типа, да. Еще неизвестно, не сатанисты ли это, собственно говоря, все подстроили, да. Потому что, вот смотрите, что представляют в себя эти сионистские ублюдки-сатанисты. Вот это их радость, то, что они уничтожили, как говорится, на сролу, да. Вот они, вот они, эти ублюдки. Надеюсь, недолго им плясать осталось. Ну, в общем, смысл какой? Самое главное, вот что нас интересует, это, конечно, заявление по поводу втягивания США. Башидонская администрация рекомендует Израилю не проводить наземную операцию в Ливане. Силы США в регионе готовятся к возможному ответу Ирана. Но мы видим, да, что пока, пока Иран, не знаю, пизишкян там, то ли подсадная утка, то ли, собственно говоря. Но я еще раз говорю, я мало как бы верю в то, что российская разведка вместе с Хамени допустила, что пришла какая-то марионетка в Иране, которая была чисто, опять же, как говорится, поставленная США и так далее. Но, опять же, мы знаем про западные какие-то определенные у него, как говорится, так сказать, наклонности были, об этом все говорили. Поэтому неизвестно почему, но мы также видим, что и Россия также заявляет о том, что Иран пытаются втянуть в этот конфликт. И, соответственно, то, что он остается в стороне, на самом деле, типа, правильно. Поэтому, еще раз говорю, мы не знаем, мы всей обладанием информации не обладаем. Поэтому, соответственно, делать выводы нам пока преждевременно. Но факт остается фактом. Вот, смотрите. Исламское сопротивление в Бахрейне, бригада Аль-Аштар, призывает к всеобщей мобилизации, чтобы отомстить за кровь Несролы. Израилю и объявила каждого сиониста в Бахрейне допустимой целью, обязательной для атаки. Каждого сиониста надо уничтожать по всему миру. По всему миру их надо уничтожать. Потому что, еще раз говорю, они проникли, это лобби проникло просто по всему миру. Это как вот непосредственно инфекция, которая находится во всей мировой структуре. Сатанинская инфекция. И она видна везде. Потому что, еще раз говорю, все эти холокосты и так далее, это все уже можно позабыть. Все это можно позабыть. Это уже не имеет абсолютно никакого значения в реальности. Потому что, на самом деле, они всю жизнь были агрессорами. Всю жизнь никакими жертвами они не были. Но выставляют себя, что они особые, особые. То есть, это нацисты. Это фашисты, которые оставляют себя как особый народ. Особый народ. Это и есть нацизм и фашизм. И мы это видим. И действия их, естественно, также происходят ровно в таком же, как говорится, контексте. Теперь смотрите. Иран может послать войска в Ливан. Черный флаг поднят у гробницы имама Ризы в Иране. После убийства лидера Хазбалы Хасана Насрала. После убийства шейха Насралы в Иране заявили, что могут послать войска в Ливан. Сообщает НБС. Официальные лица наверняка дадут разрешение. Надо понимать, что все эти НБС, СНН, все это инфопомойка. Это все понятно. Это все вбросы делаются. Но мы понимаем, что реакция со стороны Ирана вполне может быть, как только начнется наземная операция. Официальные лица наверняка дадут разрешение на размещение войск в Ливане и на голландских высотах. Заявил Айатол Ла Мохаммад Хасан Ахтари, замминистра по международным делам Ирана. Мы можем отправить войска в Ливан для борьбы с Израилем, как мы это сделали в 1981 году. Добавил он, черный флаг поднят у гробницы имама Ризы в Иране после убийства лидера Хазбаллы и этот символ траура шиитов. Хазбалла вскоре может объявить Хашема Сафиридина генсеком движения. Ну, то есть, здесь идет уже замена Насралы, да? Вот. Но нас не это все пока интересует. Это просто говорит о том, что вероятность вот этой ситуации дальнейшего накаления и непосредственно в итоге переход, как мы уже говорили, конкретно в войну, да, третью мировую, она как бы близка, как никогда. Вот Иран требует созыва заседания Совета безопасности ООН и за атаку Израиля поберут, об этом говорит в письме Паспреда. Но это нас тоже все не так интересует. Нас интересует вот что, смотрите. США видят признаки подготовки возможного наземного вторжения Израиля в Ливан. Утверждает, опять же, инфопомойка СНН, ссылаясь на источников администрации Байдена. Ну, это все источники Байдена, это все фуфло, это все сатанинское инфоговно, понятное дело. США рассматривает возможность наращивания контингента на Ближнем Востоке. Это мы с вами только что прочитали. Меня интересует другое. Сейчас я вам покажу. Для того, чтобы просто была эта информация. Вот, смотрите. Тупорылая марионетка Байден заявил о необходимости прекращения огня на границе Израиля и Ливана. Президент США также отметил вот что, смотрите. Вот это уже интересно. Вашингтон отвечает на попытки поразить ракетами американские военные корабли в Красноморье. Вот это важно. Значит, действительно, атаки идут. И американские ублюдские лодки, как я уже говорил, будут там атакованы. И их, собственно говоря, там атакуют. И мы видим, что и вот эти заявления как раз Ллойда связаны именно с этим. Что реально атаки есть. Хуситы там, не важно, кто там еще с прокси-вариантами какими-то. Но атакуют именно американские корабли. Это очень важно. Потому что это уже признаки как раз втягивания США в эту войну. О чем я вам говорил и что является самым важным фактором. Втянуть для того, чтобы эти ублюдки в итоге полностью потеряли контроль своей финансовой системы. Это самое главное. И теперь смотрите. Такие, как говорится, уже, как говорится, признаки пошли. Значит, 32 года назад, тоже покажу, тоже небольшой пост, довольно интересный. После того, как в результате удара с израильского вертолета был убит предыдущий генсек Хазбаллы, Аббас Мусави, израильские газеты писали, завершилась эпоха войны с Хазбаллой. Да? 32 года назад. Они уже считали, что они победили Хазбаллу. Но прогадали. Ничего не завершилось, так как под руководством нового генсека Хасана Насролы ливанская группировка выросла из разношерстной группы боевиков в региональную боевую систему, силу. С ними Хазбалла, безусловно, стала еще сильнее. И интересно сейчас тоже повторится тот же эффект, что недавнее убийство Насролы, ставшего уже символом организации, даст новый импульс для ее дальнейшего развития. И также мы про Хамас говорили, да, что это идея, которую убить невозможно. И пока существует, соответственно, вся эта сатанинская организация, все эти сионисты, сатанисты, все это, естественно, не остановится. Этих тварей надо давить везде. Давить везде. И вот сейчас как раз, и как я уже говорил, непосредственно на духовном уровне идет уже война, да, где сатану мы должны побеждать. И единственное, кто по-настоящему сейчас стал против этой сатаны, это непосредственно Россия, да. Поэтому здесь как бы мы понимаем, что процессы только начинаются. Как я уже сказал, это все впереди. То, что они убили Насролу, это еще не говорит о том, что они уничтожили все движение. Нет. Более того, это может в итоге больше все-таки сплотить, пока мы видим такие отголоски, да, но уже некие процессы начинаются, сплотить против израильских США ублюдков. Непосредственно сплотить все оставшиеся страны в регионе. Там, конечно, есть вопросы, кто готов на этот путь стать, кто нет, да. Потому что мы помним, что ушастый ублюдок вышел когда в ООН, и в принципе все по большому счету практически покинули, потому что эту тварь конченую никто слушать не хотел. Практически все ушли из зала. Кстати, к вопросу, откуда там появились аплодисменты, когда этому ублюдку там пытались кто-то хлопать, да. Смотрите. Это к вопросу о том, как существует на самом деле вся эта сатанинская система, насколько вся ООН, по сути, просто фактически поражена этим вирусом. Она не может нормально функционировать, потому что сатанинский вирус там находится везде. В виде сатанинских США ублюдков, которые непосредственно имеют право вето. Вот смотрите, столпы метода израильской пропаганды падают один за другим. Китайский журналист Сю Дэ Джи, а откуда взялись люди, которые аплодировали речи ублюдку Нетаньяха? Представители ООН. Ну, Израиль нанял массовку, имеет право, как любая делегация, приводить гостей. Вот как можно было оказываться. То есть вы просто приводите туда подсадные утки, которые аплодируют якобы этому ушастому ублюдку. А по факту все ООН, в принципе, абсолютно практически вся, как говорится, делегация, и все вышли. Потому что этого сатанинского ублюдка никто слушать не хотел. И вообще, в принципе, все, что он говорил, уже роли не играло. А этот ублюдок, между прочим, поделил фактически людей на два класса. Это как истинный нацист и фашист. Это все мы сейчас разбираем, потому что все это, естественно, сейчас будет влиять, господа, на дальнейшую ситуацию с валютами, с рынками. Вот, кстати, кольцо Насролы, который, собственно говоря, как бы подтвердил то, что его действительно убили. Сейчас я посмотрю, осталось это видео и фото, где этот ублюдок делит людей на фактически два лагеря. Просто, чтобы понимать, да? Вот эта ушастая обезьяна как раз сидит в ООН, ублюдок этот конченый, чтобы ему не дожить до своей старости окончательно. Вот эта ушастая ублюдок сидит и как раз в здании ООН отдает приказ на удары по, собственно говоря, Насроле. Вот, смотрите, вот так выглядят нацисты. Есть проклятые, есть проклятые, есть избранные. Вот он показал две карты, вот это ушастое уебище. И, собственно говоря, он определил, что вот эти страны, они, так сказать, священные. А вот эти проклятые, кто туда входит? Иран, Ирак и Сирия. Это проклятые. А вот это богоизбранные. И богоизбранные, конечно, только вот этот ублюдок вместе со своими сионистами, и, соответственно, которые входят в США и прочее, да? А это те страны, которые, судя по всему, как бы идут им навстречу, да? Это вот Египет, как мы видим, судя по всему, Саудовская Аравия. Вот она. И не вижу там, кто еще. Он назвал их, сейчас скажу. Значит, смотрите. Во время своего выступления в Организации Объединенных Наций, ублюдок в Нью-Йорке, премьер-министр сатанинского, собственно, государства Израиля, Нитаниаху, держал в руках две карты, на которых были обозначены страны проклятия и страны благословения, нормализовавшие отношения. Вот это тоже вопрос интересен, если это действительно так и есть, потому что мы видим, что непосредственно заявление данных стран, оно не говорит о том, что они нормализовали отношения с этими ублюдками. Которые, в том числе, Саудовская Аравия. Вот он, между прочим, заявляет, что он якобы организовал, что называется, там нормализовал отношения. Хотя мы помним, что та же Саудовская Аравия все время говорит о том, что обязательно должно быть второе палестинское государство, как говорится, и только тогда они будут как бы вообще какие-то иметь дипломатические отношения с этими ублюдками. Но факт остается фактом. Он заявил, что они, да, значит, смотрите, то, что слева ось зла, то, что справа ось добра. Это вот к вопросу лжепророков, лжеучений, сатанинского клана, который, собственно говоря, все это время управлял Роджид Рокфельевский отродье. То есть фактически перевернуто, с ног на голову, где добро, где зло. Это чистой воды сатанинская доктрина. Вот смотрите. То, что слева ось зла, и то, что справа ось добра. Кто входит в ось зла? Естественно, как я сказал, Сирия, Ирак, Иран. А кто входит в ось добра? Саудовская Аравия, Иордания, Египет, Судан, Индия и Объединенные Арабские Эмираты. Мы знаем, что та же Индия там сидит на двух стульях. Это мы в курсе. Так же, как и та же Турция, например. Саудовская Аравия, еще раз говорю, внешние, так скажем, заявления несколько отличаются. Ну и мы видим, что они активно тоже каких-то заявлений на самом деле не делают. Египет, между прочим, сказал тогда этому ублюдку ушастому, когда он хотел вытеснить на их территорию, собственно говоря, оставшиеся палестинцев и захватить всю оставшуюся территорию, да, что он на это не пойдет. Поэтому там тоже как бы вопрос, да. Ну вот этот ублюдок, короче, продемонстрировал разделение народов. Вот что я могу сказать. То есть эти твари, евреи, являются нацисты и фашисты. В свое время, во Второй мировой войне, эти ублюдки просто скрывали свое реальное нутро. И, как мы видим, в реальности никакой жертвы они никогда не были. Это надо четко понимать. Ну и теперь смотрите, что нас больше всего в итоге дальше интересует. Министр обороны Ллойд Остин также повысил готовность дополнительных сил США к развертыванию, возвысив нашу готовность реагировать на различные непредвиденные обстоятельства. И Министерство обороны поддерживает надежные интегрированные возможности противовоздушной обороны на всем Ближнем Востоке. Следует и заявление ведомства. Отмечается, что авианосная ударная группа морских сил США во главе с кораблем Аврам Линкольн будет продолжать оставаться в регионе до тех пор, пока эту ублюдину не потопят. А потопить ее, мы помним, да, потопить ее достаточно просто. И те же хуситы прекрасно могут справиться с этой задачей. А эту тварь надо будет потопить в ближайшее время. И не только его. Всю американскую ублюдскую группировку надо постепенно там уничтожать. Потому что, еще раз говорю, эти твари не остановятся. Мы уже видели, кстати, по Российской Федерации атаки были. Пока не ракетами, пока массовые налеты беспилотников. Но мы помним, собственно говоря, ядерную доктрину новую, да. И, соответственно, как только будут развязаны руки для того, чтобы этих ублюдков начинать мочить по полной программе. Мы уже видим, что, в принципе, этот процесс идет. Байден марионетка подтвердил, что их уже атакуют. Но это только начало. В воскресенье газета Washington Post, очередная помойка СМИ, да, которая непосредственно, как обычно, как Брэйл распространяет только фейки инфоговно, ссылаясь на источники, сообщила, что в администрации президента Джо Байдена затрудняется предсказать, какой будет реакция Ирана и Ливанского движения Хазбаллах на убийство генерального секретаря движения Хасана Насрулы. В общем, разговор идет о чем? Первым делом отмечаем тот факт, что ублюдские сатанисты США начинают втягиваться. И это самое главное. Это самое главное. Они должны втянуться. И это главная задача, которую надо реализовать. При этом мы понимаем, что Ближний Восток фактически пытаются перекроить. Перекроить, захватить новые территории, а там, я не как бы напоминаю, рядом Сирия. Рядом Сирия, где ублюдские НАТОвские, вернее США, простите, войска стоят и контролируют ситуацию добычи нефти, которую они захватили наглым образом, военным образом. И, собственно говоря, не отдают. Эти ублюдки оттуда просто не уходят. Хотя на законных основаниях они там не находятся. Поэтому этих тварей, естественно, на самом деле было сложно уже поддерживать. И вот мы видим, что вот этот плацдарм, который начинает расширяться, как раз подходит к границам Сирии. Для того, чтобы этих ублюдков там прикрывать. Там же наша российская база. Ее тоже они хотят, естественно, запереть. И мы понимаем, что в этой ситуации нам молчать нельзя. Надо этих тварей мочить. И уже мочить по-настоящему и везде. Потому что другого варианта не будет. Мы уже видим, что происходит в Балтийских морях. Что там непосредственно тоже с помощью презервативов стран, типа, как говорится, прибалтийские. Вот эти мелкие шавки, которые ничего из себя не представляют. Но тявкают очень громко, когда, собственно говоря, за ними стоят опять же сатанинские ублюдки. Поэтому, в принципе, надо понимать, что идет перекрой мира. Перекрой мира. И, как говорится, не обращать на это внимания нельзя. Мы видим эти процессы. Ближний Восток США пытается полностью перекроить под себя. Поэтому этот процесс надо останавливать. Иначе, как мы понимаем, последствия будут очень тяжелые. Тяжелые. Поэтому все это, для чего мы разбирали? Для того, чтобы понять, что в ближайшее время эти события пойдут на ускорение. Как я вам и говорил. А это будет напрямую влиять и на рынки, и на доллар. Соответственно, на ситуацию с нефтью. А оттуда, соответственно, на наш рубль. Поэтому надо четко понимать, что процессы на Ближнем Востоке в ближайшее время могут пойти совершенно не по той, как говорится, линии. По которой, собственно, сатанинские ублюдки предполагают. Если они думают, что за все это время, как бы пока они еще по полной программе не огребли. Ну, а уже эти процессы идут постепенно. Да, они, естественно, не такие массовые и так далее. Вообще, я считаю, что первая задача это уничтожать все израильские самолеты. Надо первым задачей решить это установки ПВО и уничтожение всей израильской авиации. Это просто надо поставить первой задачей. Надо уничтожить всю израильскую авиацию. Как только будет уничтожена вся израильская авиация, и, соответственно, ракетные системы у них не такие, прежде всего, это авиация, они фактически лишатся всего. Потому что в реальности они воевать умеют только таким образом. Все. Американские группировки, еще раз говорю, пока на данном этапе, они только могут поддерживаться фактически с моря и с некоторых баз, которые там находятся на той же Саудовской Аравии, Иордании и так далее. Вот, собственно, где находятся американские ублюдские базы, вот там, собственно говоря, это поддержка и есть. Потому что они фактически выступают в виде колоний, все равно частичных колоний. Это надо тоже понимать, потому что там есть контроль военный. Поэтому здесь, соответственно, чтобы этим ублюдкам, сатанистам, не дать, собственно говоря, развернуться на Ближнем Востоке, первым делом, что надо решить задачу, уничтожить всю авиацию Израиля. Это самая первая задача. И, естественно, как я уже говорил, как только этот процесс пойдет, автоматом Америка будет туда втягиваться по полной программе. А вот тут к вопросу уже финансовой системы. Они попытаются таким образом как бы продемонстрировать поддержку финансовой системы военным путем. Но мы прекрасно понимаем, что как только они станут участниками конфликта, автоматом вся финансовая система посыпется. Потому что доллар уже никто покупать не будет, облигации полетят вниз, золото влетит вверх, нефть взлетит вверх. Вот эта тихая гавань финансовая, которая существовала на протяжении всех этих десятилетий, она просто начнет схлопываться. И это самый главный удар, который можно нанести сианинско-сатанинскому режиму, Ротшидер-Рокферевскому отродью. Только таким макаром можно это прежде всего нанести без ядерного удара, до каких-либо ядерных ударов. Но факт остается фактом, процессы будут развиваться, будем смотреть. Я не верю, что сейчас все на этом остановится, что прям Хазбалла сразу сдастся, что все боевые действия на этом закончатся. Нет. Еще раз говорю, во-первых, никогда не является территорией захваченной до тех пор, пока не наступит туда сапог солдата. Все эти авиаудары и так далее, они не дают контроль над территорией. Абсолютно. Поэтому этим ублюдкам придется туда сунуться. И вот там их должны мочить по полной программе. И к этому готовы. Да, безусловно, определенные потери в Хазбалле, естественно, присутствуют. И плюс есть предатели. Вот это очень важно, потому что вся эта американская сраная масса-разведка, она, безусловно, покупает людей, которые, как говорится, находятся в этих группировках, перевербовывает там и так далее. То есть находит предателей. За счет предателей, прежде всего, наносятся такие, как говорится, удары, когда тот же ублюдский Нетаньяха, вот эта ушастая обезьяна, он четко сказал, что была золотая информация. Была золотая информация, по которой, собственно говоря, на носоролу и навели этот удар. Вот такая, господа, ситуация конкретно с геополитикой. По России, как я уже сказал, тоже удары были. Удары были, пока не ракетами. Это тоже, как бы, имеет значение, что пока это еще не ракеты. Но это массированные были атаки, плюс еще подрыв железной дороги. Поэтому, в общем, эти процессы тоже идут. Пока они, так сказать, еще находятся в состоянии, скажем так, рассматривания, как все-таки нам нанести ущерб, но не перейти вот эту границу ядерной доктрины. Значит, нацисты непосредственно с 404 заявили о том, что ответ, скорее всего, они все равно получат одобрение. Но об этом узнает, прежде всего, Россия. То есть Россия увидит, как только по ней нанесут удар, и это будет понятно, что, как бы, в публичном поле этого разрешения не было. Но, а мы, как бы, это почувствуем уже конкретно этими ударами. Это вполне реальный сценарий. Я абсолютно уверен, что так оно и будет. Я согласен с этими нацистскими, собственно говоря, представителями. Но надо понимать, что там вопрос уже, соответственно, и вот открывается окончательная последняя дверь перед ядерной войной, которая, собственно говоря, и продемонстрирует, как после этого будет действовать Россия. Вот на самом деле, для того, чтобы понять дальнейший горизонт развития событий, нам нужно увидеть, прежде всего, такой удар. Вот как бы это болезненно не звучало, нам нужно увидеть такой удар. И после этого удара продемонстрировать ответ. Вот так эти события должны происходить. Потому что после нашего ответа, вот после этого, как говорится, установится тренд дальнейших развитий событий. Пока этого удара не произошло, все будут хотеть ударить, не знать ударять, не ударять. И вот эта вот ситуация подвешенности, она, естественно, будет осложнять дальнейшее развитие событий. Наша задача, чтобы им конкретно продемонстрировать ответ. Вот в реальности нам даже выгодно, если они по нам ударят, чтобы мы тут же в ответ нанесли удар, и чтобы уже больше сомнений ни у кого не оставалось. Поэтому здесь однозначно, скорее всего, в ближайшее время этот удар будет, прежде всего по нам. А дальше, соответственно, будем наблюдать за, как говорится, развертыванием событий. Потому что, смотрите, Ближний Восток, как я уже сказал, это все в одной цепочке. И, соответственно, процессы на Ближнем Востоке тоже могут пойти с еще большим ускорением. Притом уже совершенно, еще раз говорю, как сионистки и сатанисты не себя пока еще представляют. Поэтому то, что мы понимаем прекрасно, еще раз говорю, Сирия рядом, наши базы там рядом. Поэтому нас напрямую это затронет по-любому. А эти ублюдки уже рвутся туда. Ну и теперь, господа, давайте переходить непосредственно к нашему календарю. Значит, смотрите, по геополитике, как я уже сказал, все равно за этим надо будет внимательнейшим образом следить. И прежде всего нас это интересует, как я уже сказал, воздействие на доллар. Потому что, смотрите, основные моменты, которые нас теперь как бы будут прежде всего влиять на ситуацию с курсом, это, конечно, наше новое бюджетное правило, которое должно огласить будет ЦБ Минфин. И, соответственно, там валютные интервенции, которые должны тоже будут выйти, эмиссия рубля данные за месяц, но мы уже понимаем, что они растут, дальше надо будет смотреть динамику понедельными. Поэтому, в принципе, все будет определяться дальнейшей непосредственно денежно-кредитной политики, именно непосредственно не ставки, естественно, а именно заявления Центробанка и Минфина о том, как они будут работать в рамках бюджетного правила. И это касается секции кросс-курса, то есть юань к рублю расчетом на завтра, вот после этого импульса, соответственно, который пошел на дальнейшую девальвацию рубля. Но, как я уже говорил, почему мы все это разбираем подробно, ситуация с долларом будет идти в противовес тем, собственно говоря, операциям, которые могут проводить Центробанк и Минфин. А ситуация с долларом будет завязана напрямую на геополитику, потому что все, которые процессы сейчас происходят, они, естественно, касаются главного – нефти. Нефть у нас будет являться основным фактором, который, собственно говоря, будет определять и ситуацию с курсом, и ситуацию с рынками, потому что подавленная нефть ниже 75 на данном этапе позволяет разговоры вести о снижении инфляции, о снижении ставок и так далее. Но, как только нефть вырвется за 75, все это закончится. Уже все эти разговоры сразу поменяются. Мы это видели неоднократно, когда нефть уходила на 82-84. Поэтому нефть – краеугольный камень, мы уже потом говорили, без нее никуда. А геополитика вся полностью повязана на нефти. Полностью. Все завязано на нефти. Потому что нефть – это фактически, можно сказать, абсолютно определяет экономику. Поэтому здесь надо четко понимать, цена на нефть имеет колоссальное значение. И именно на действие, соответственно, изменение цен на нефть будет влиять и процессы, которые будут происходить на Ближнем Востоке, там, где, собственно, хуситы, например, сейчас могут развернуть более активные действия. Мы понимаем, что могут оказаться не только хуситы, а какие-нибудь вагнеры и так далее. А это надо делать, еще раз говорю, надо делать, этих ублюдков там надо топить. Уже пора, настало уничтожать американскую непосредственно группировку морскую. Танкер был первая цель, которая только, как говорится, была продемонстрирована как сигнал. Надо уничтожать дальше. И эти ублюдки не остановятся, они также и попытаются нанести удар по нашей территории. И поэтому их надо мочить уже сейчас, уже начинать топить. Прежде всего топить авиационные группы. Все, что нужно, прежде всего, уничтожить, это уничтожить всю авиацию Израиля и, соответственно, потопить американские авианосцы. Это будет колоссальный удар, который после этого пережить будет очень тяжело. И, собственно говоря, всю эту, как говорится, группировку опять заново там восстанавливают. Это будет целая проблема, когда будут уничтожены авианосные группы. Это самое главное. Это все, чем воевал всю жизнь Америка и, как говорится, НАТО и так далее. Только авиационные группировки и ракетные удары. Все, больше ничего. На земле это фуфлыжники, которые воевать вообще не умеют и подыхают пачками. И это надо четко понимать. Поэтому здесь ситуация следующая. Ближний Восток в центре. Ситуация с нефтью в центре. И, естественно, воздействие на доллар. Если доллар начнет крепнуть, соответственно, автоматом начнет укрепляться рубль. Не ослабляться, а укрепляться. Это очень важно. И дальше, соответственно, уже бюджетные правила, которые, собственно говоря, примут непосредственно ЦБ Минфин. Смотрите. Календари очень сильно сокращены. Потому что мы понимаем, что большинство событий сейчас уже не играет роли. Были бы сейчас такие вот длиннющие столбы, портянки, да, такие. А смысла нету, потому что все надо сейчас уже концентрировать на определенных только данных, которые действительно имеют значение для того, чтобы определять дальнейшую динамику по долларам. А именно, это все, что связано с рынком труда, с данными по инфляции, вот все, что было до этого. И эти данные остаются самые ключевые. Так что, в принципе, весь основной календарь у нас именно включает в себя не все события. Но если они будут, или там какие-нибудь данные, которые еще будут выходить, если они будут играть какую-то роль, мы, естественно, во время обзоров на каждый день, мы вам об этом упомянем. А пока непосредственно сконцентрируемся только на главном. Значит, смотрите. Первое. Понедельник. Еще раз говорю. Все это, все это имеет прежде всего значение на динамику по доллару. А уже динамика по доллару будет отражаться непосредственно индекса доллара на российский курс без учета. Без учета, потому что еще и, соответственно, действие Центробанка Минфина. Без вот этих действий. То есть, если доллар начнет укрепляться, рубль начнет укрепляться. Но при этом ЦБ и Минфин могут ослаблять его искусственно. Поэтому это, как говорится, мы будем ждать уже. И при том, господа, особенно не на этой неделе. Не на этой неделе. На этой неделе не выходит ни валютных интервенций, а значит, скорее всего, и не будет. Не будет бюджетного правила. Хотя они должны выходить где-то в районе 3-5 числа. Но 5-е вот уже суббота. Значит, если 3-го не выйдет, а по календарям нету, по календарям нету, то значит, уже перейдет на следующую неделю. Значит, смотрите. Первый понедельник. Выступление членов ФРС Боумана. Буду читать прям быстро и дальше давать короткие пояснения, чтобы видео не растягивать на вот такие моменты. Значит, ФРС Боумана. Индекс деловой активности в Чикаго, в США. Индекс деловой активности обрабатывающей промышленности от ФРБ в Далласе. И, собственно говоря, выступление главы ФРС господина Паула. То есть, смотрите. Главный фуфлыжник выступает опять в 20-55. Запоминайте. 20-55. Но я его, естественно, поместил, потому что он всегда имеет значение. Но проблема заключается в том, что последнее его выступление ничего не дало. Абсолютно. Вот на прошлой неделе сигналов он никаких не дал. Выступление члена Боумана, естественно, ФРС. Тоже все выступления ФРСников. Я их, конечно, всех сюда занес. Но по последней картине они ничего не дали. Хотя в этот раз картина может и поменяться. Поэтому за их риторикой надо будет наблюдать. Но в целом пока они влияние не оказали. Индекс деловой активности обрабатывающей промышленности, господа, имеет колоссальное значение. Пока не самое колоссальное. Потому что впереди еще будут самые главные данные. Но факт остается фактом. Все данные по экономике сейчас будут иметь колоссальное значение. Потому что, соответственно, американскому рынку надо определиться. Экономика США в итоге окончательно падает, быстро падает или медленно падает. И, соответственно, есть вероятность того, что, как говорится, ставки будут успевать снижаться, скажем так, быстрее, чем будет падать экономика. Значит, по Боумана, как понимаем, будут какие-то комментарии. Индекс деловой активности. Ждем, соответственно, насколько экономика США показывает положительную динамику. Ну и главный фуфлыжник, соответственно, Паул, который вечно будет размазывать там кашу по тарелке. Его слушаем внимательно, что он будет давать, какие сигналы о дальнейшей денежной кредитной политике. Дальше. Вторник. Индекс производственной активности в России, господа. Вот индекс производственной активности в России. Это уже важно для рубля. В 9 утра, в 9 утра, господа, в 9 утра выходит это непосредственно статистика. И, как мы понимаем, это как раз к вопросу о ставке, прежде всего. Понятное дело, что на курс валют это все влиять не будет. Мы уже говорили, что там совершенно другой процесс идет. Это конкретно вопросы по инфляции. А вот данные по инфляции, они уже определенным образом начинают потом влиять на ситуацию с курсом. Но в целом, прямого воздействия нет. Поэтому индекс производственной активности смотрим прежде всего, как, собственно говоря, ожидание, что будет по ставке. И смотрим, соответственно, какой он выходит. Если растет или сокращается, соответственно, будем понимать, что будет давать сигналы нам. Повышение ставки, удержание или, как говорится, снижение. Дальше. Базовый индекс потребительских цен в Европе. А также базовый индекс потребительских цен в Европе. Месяц, месяц, год, год. Очень много, сразу скажу, статистики и выступающих ЕЦБшников выкинул. Они уже по большому счету особо роли не играют. Потому что в реальности мы видим, что ставка ЕЦБ начала снижаться. Данные по инфляции, мы видим, она как бы пока показывает такую динамику на снижение. Из-за того, что у них фактически не осталось ничего производства никакого. Все вывезено либо в Китай, либо в Америку. Европа просто превращается в такого бомжа высосанного, который высосали сатанисты, естественно, из США. Ну и поставили, соответственно, сатанинских своих, как говорится, марионеток, которые полностью помогают ее, как говорится, утилизировать. Поэтому, в принципе, здесь как бы все заявления ЕЦБ уже роли особо не играют. Мы видим даже фуфлыжники, ФРСники ничего толком пока, как говорится, осуществить никакого воздействия не могут. А вот ситуация со статистикой экономики, это имеет колоссальное значение. Но вот данные по инфляции, мы понимаем, что в Европе они могут и снижаться. Они вот ждут в этот раз еще снижения. В общем, базовый индекс потребительских цен, базовый индекс потребительских и индекс потребительских цен. То есть, соответственно, для непосредственно Центробанка, соответственно, да, вот эти базовый индекс. И индекс потребительских цен, это уже ближе к реальности, как говорится, к домохозяйствам. То есть, в одном включаются цены на энергоносители и продукты питания, в другом не включаются. Вот в базовый не включается. Там это для Центробанка, для решения поставки. Ну или вот это фуфло изображает, что у них там одна десятая, там снижается инфляция и так далее. Инфляция нигде не снижается в реальности. То есть, в США она вообще никак не снижается. Они только вот эти вот базовые, там, одна десятая вот эти гоняют. А в целом, все наоборот, инфляция растет. В Европе, потому что там нет энергозависимых сильно предприятий, да, энергоемких. Фактически ничего не осталось. Фолькфагены позакрывали и так далее. Естественно, там все в упадке полном. Поэтому здесь, соответственно, как бы разгоняться не из чего. Значит, смотрите дальше. Индекс деловой активности в производственном секторе США. Вот это уже статистика важная. Это уже одна статистика, на которой американский рынок в прошлый раз начал тогда падать. Позапрошлая, по-моему, неделя была. Индекс деловой активности в производственном секторе. Это PMI. Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM. Там несколько их будет. Это будут прогнозные данные, которые потом в итоге будут выходить в конце. По-моему, в пятницу. Смотрите, индекс цен в производственном секторе от ISM. Опять же, прогнозные данные на непосредственно инфляцию в производственном секторе. Если она там растет, это опережающий индекс. Соответственно, будет говорить о том, что и на потребителей она тоже может вырасти. А дальше, смотрите, вот сейчас начинает формироваться, и за дня к день, да, постепенная вот эта, как говорится, общая картина данных по американскому рынку труда и экономике. Число открытых вакансий на рынке труда. В 17.00, господа, смотрите. В 17.00, вот в 16.45 начнется индекс деловой активности. Потом он перейдет на в 17.00 еще раз индекс деловой активности. Индекс цен в производственном секторе тоже в 17.00. И в 17.00 число открытых вакансий на рынке труда. Вот это будет колоссально. Вот это колоссально важно. Притом, смотрите, они ждут, что вакансии снизятся с 7.673 предыдущий период на 7.640. То есть, если вакансии даже упадут, это еще вопрос будет в рамках прогноза или нет. То есть, это еще могут рассматривать как и негативный фактор, да, потому что если упадет, но в рамках прогноза, как бы, ну, значит, ничего критичного. Но признаки на замедление экономики рынка труда однозначно будет присутствовать. Дальше. Выступление Бостика, члена ФРС, 18.00, это выходит уже непосредственно один из главных фуфлыжников после Паула, который непосредственно влияет напрямую на ситуацию с рынками, да. И он, как и дает сигналы, часто очень на это реагирует СНП-500 и так далее. Но мы знаем, что эти фуфлыжники опять там все, как говорится, размажут эту кашу. И в итоге, естественно, конкретики никакой не будет. Выступление управляющего ФРС Кука, 18.10 и еще один фуфлыжников сейчас выступать будет очень много. На прошлой неделе их было очень много выступало. На этой неделе перед ставкой они сейчас будут полностью манипулировать рынками, гонять туда-сюда, прежде всего давить на цены на нефть. И, соответственно, поддерживать доллар и, соответственно, американский рынок. Облигации, безусловно. Теперь смотрите, в 23.30, вот, господа, смотрите, ситуация с нефтью для нас будет иметь колоссальное значение. И вот сейчас будет на этой неделе очень важное событие. Мы сейчас о нем поговорим. Я говорил вам о том, что, допустим, в воскресенье, да, в субботу воскресенье ОПЕК могли нанести удар, заявив о том, что они, во-первых, а, обратите внимание, кстати, не последовало ни опровержения, ни, как говорится, подтверждения того, что было заявлено о том, что они якобы собираются увеличить добычу. И, собственно говоря, в выходные тоже, да, ОПЕК тоже ничего не произнес по поводу того, чтобы, как говорится, сокращать непосредственно добычу. Вернее, увеличивать, да, сокращать добычу не произнесли, но надо сказать, что вот эти боевые действия, которые происходили, да, убийство Назралы и так далее, я считаю, для нефти это фактор роста. Но, но, мы понимаем, почему теперь нефть стоит, потому что, господа, на этой неделе будет заседание ОПЕК. Вот сейчас мы до него доберемся. А недельные запасы сырой нефти выйдут во вторник, 23.30, опять это фуфлыжная статистика, которая делает коррумпированный американский, сатанинский, естественно, как говорится, институт, который в реальности не является никакой статистикой, которая реально что-то из себя стоит. Это полное фуфло, бумага очередная, которая, собственно говоря, просто манипулирует цены на нефть. И является, при том, абсолютно сранным прогнозом, ничего из себя не представляющим, на официальные запасы, которые тоже являются полным фуфлом. Потому что всю статистику, которую подает Америка, ее никто не проверяет, это полное фуфло, манипулирование рынками. Сатанисты все время манипулируют информацией, и так, в принципе, все это время управляли миром. Теперь смотрите дальше. Значит, переходим к среде. По вторнику сказал все, что самое важное. И, соответственно, вот эти периоды времени с 16.45 до 18.10, вот они будут иметь колоссальное значение. Может быть, соответственно, сильная динамика в долларе, в облигациях американских, также, соответственно, на американском рынке. Вот за этим надо будет следить. Теперь, смотрите, переходим к среде. В час пятнадцать ночи выступление представителя ФРБ Коллинз. Это, опять же, очередной фуфлыжник. Дальше, речь члена ФРС Баркина. Всю ночью, смотрите, в час пятнадцать, час пятнадцать, час пятнадцать, выступление Бостика, еще раз будет выступать этот фуфлыжник. И вот дальше, господа, смотрите, это не просто так. Все эти клоуны будут выступать перед заседанием ОПЕК. То есть в двенадцать ноль-ноль будет заседание ОПЕК. Вот это уже будет важно. Сразу могу сказать, будьте очень осторожны со всей информацией, которая там будет вбрасываться. Инфопомойки, инфоговно будут метать в виде рейтерсов, финансов, Уолл Таймсов, Уолл Стрит Джорнолов, всевозможных Яха, Блумбергов и так далее. И вся эта херь, вся эта херь, вся эта инфоговно помойки, вообще не аккредитованная, на самом деле, даже присутствовать во время этого заседания ОПЕК. Все, что они будут кидать, это полное фуфло, сплошное вранье будет. Манипуляция рынком. Поэтому будьте очень осторожны. На этих, естественно, новостях, они будут публиковаться во всех телеграм-каналах и так далее. Там же никто ничего проверять не будет, просто будет копипастить и вставлять. Поэтому это все инфоговно. Оно будет, потому что они, соответственно, будут это все непрерывно пытаться манипулировать ценами на нефть во время заседания ОПЕК. Напомню, они все лишены аккредитации, потому что эти инфопомойки, которые, в принципе, даже саудиты четко заявили, что они являются просто фейкометами и по факту не должны присутствовать даже в зале, потому что они льют только инфоговно. И в этой реальности, естественно, они там будут рассказывать, что они где-то там в коридоре что-то услышали, еще что-то. Вот все из этих инфопомоек надо просто игнорировать. Просто. Пока не будет уже конкретно заявлена какая-то конкретика. Поэтому заседание ОПЕК, скорее всего, издерживающая цена на нефть, как раз не дает вернуться как динамики, потому что все ждут, соответственно, будет ли подтверждено это инфоговно. То есть смотрите, что произошло, да, как это действовали американские ублюдки, сатанисты и, соответственно, манипуляторы, да. Они просто взяли, пустили специально слух о том, что, соответственно, ОПЕК будет увеличивать добычу. На нем слили его, просто-просто взяли, слили нефть, тупо зашортили через американские фьючерсные, пустышные, просто воздух, контракты, которые ничего не стоят, ничего из себя не представляет, бумажная нефть, так называемая, да, то есть расчетные, это куски просто дерьма, которые абсолютно к финансам не относятся никаким образом, это пустышки. Но они с помощью них, соответственно, зашортили свое говно в виде нефти, VTI, которое абсолютно низкосортное, не соответствует даже никаким стандартам, и, соответственно, завалили нефть Brent. После этого, собрав вот это инфоговно, прикрытие, создав вот этой инфопомойки, да, то, что они якобы там, как говорится, саудиты собираются увеличивать добычу и так далее, да, они, соответственно, опустили ее, а дальше, а дальше, ситуация будет следующая, что в этой ситуации, безусловно, они, соответственно, попытаются, когда ОПЕК, в зависимости от того, что заявит, то здесь, как бы, сделали ожидание, а дальше будут факты, и на фактах, соответственно, будет либо, как говорится, позиция закрываться на непосредственно разворот в лонг, либо наоборот, да, будут давить дальше, но, как я уже сказал, в лонг они разворачивать не будут, потому что есть политическая, конкретно, задача не давать вырасти цене нефть на 75, и ее искусственно будут сдерживать, но заявление ОПЕК на этой непосредственно встрече, да, на этом заседании, может в итоге картину эту поменять, тем более, в условиях того, что сейчас происходят вот эти процессы на Ближнем Востоке, они, естественно, могут тоже помочь нефти резко пойти в рост, но вот пока, на данный момент, до ожидания ОПЕКа, нефть, соответственно, не дают подняться, да, это надо четко понимать, американские спекулянты, махинаторы, потому что это чистая манипуляция рынком, безусловно, это делают. После этого, смотрите, господа, в 13.00 ждем, значит, заседания ОПЕК, как вы понимаете, рост цен на нефть автоматом может повлиять, почему это так важно, на укрепление рубля, потому что дезинфляционный, собственно говоря, начнется признак для России, вспоминаем, да, что говорил Набиулина, падение цен на нефть, инфляционный признак для непосредственно Российской Федерации, при условиях, если цен на нефть падает, и наоборот, если, соответственно, цен на нефть растет, то, соответственно, это будет дезинфляционный признак, и это говорит о том, что там печать может приостанавливаться, и рубль будет укрепляться, а рубль будет укрепляться, прежде всего, за счет чего? Правильно, потому что, как только начнет расти нефть, начнет расти доллар, начнет расти доллар, подавляя нефть, и автоматом начнет укреплять рубль через секции того же офшорного юаня, да, вот у нас офшорный юань, соответственно, он начнет находиться под давлением доллара, начнет падать, И тогда, как говорится, неофициальный юань начнет тоже падать, а рубль будет укрепляться. И, соответственно, противовес этому будет только действовать через курсы Центробанка Минфин в рамках бюджетного правила. Вот эта вся картина будет, естественно, так происходить. Поэтому за нефтью внимательнейшим образом следим, за ОПЕК внимательнейшим образом следим. И, соответственно, как будет реагировать на все этот доллар, тоже будем, естественно, внимательно следить. Индекс доллара, соответственно, пойдет на укрепление. Я уже говорил, ниже 150 долларов мы не увидим. Вот, видите, выходил на 130 и тут же опять возвращался на 150. Не просто на 150, он возвращался на 101, а откатывал на 150. Вот он, все, вот здесь он уже будет ходить в укрепленном состоянии. Теперь смотрите дальше. Изменение числа занятых, вот это в 15.15, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Это просто важнейшая статистика, важнейшая. За ней будут внимательнейшим образом следить. И вот это занятых в несельскохозяйственном секторе как раз будет говорить о том, насколько рынок труда устойчив после вакансий. То есть, вначале будет число открытых вакансий, потом занятых в несельскохозяйственном секторе. И вот непосредственно эту занятость будут внимательнейшим образом отслеживать. Потому что если занятость будет падать, это будет говорить о том, что экономика падает. И, собственно говоря, рынок труда замедляется все быстрее. И тогда это будут признаки на то, что, во-первых, а, ну тут начинается вилка. Либо надо срочно снижать ставки, и тогда рынок это тоже может воспринять положительно. Либо это говорит о том, что рецессия начинает разгоняться, и, соответственно, вероятность падения экономики быстрее, чем снизит ставки, ускоряется. И тогда на это и рынок может игнорировать негативно. Поэтому тут у вас вопрос, как они прочитают эту новость. Теперь смотрите дальше. Ну и на доллар, естественно, да. Если занятость будет падать, соответственно, доллар будет слабее. Значит, дальше. Запасы сырой нефти уже официальны. Они выйдут в 17.30 после заседания ОПЕК. Вот здесь уже запасы сырой нефти, а напомню, что, несмотря на все это американское фуфло, нефть только сокращается. Запасы показывают только минусовые. То есть спрос есть. Просто ублюдские сатанисты, естественно, ее просто давят. Ее давят. И еще раз говорю, после заявления, как говорится, ублюдка, ушастого, не таняху, фашиста, нациста и сатаниста, который заявил о том, что есть как бы две страны, вернее, две части стран, как говорится, ось зла и ось проклятых, да, там, соответственно, и ось там святых, там, да, благословенных и прочее, вот эту херь, которую этот ублюдок нес. Ну, вот, собственно говоря, мы видели, что саудиты входят в эту ось. И вот вопрос, насколько они помогают сейчас этому ублюдку удержать цены ниже нефти, да, при всех этих операциях. Вот тут вопрос, как бы, да, потому что мы понимаем, что саудиты, они, как бы, имеют определенные все равно интересы США, и, соответственно, США имеет определенное давление на них. Поэтому тут вопрос, как бы, надо наблюдать. Ну, я говорю, впереди БРИКС, все, БРИКС расставит на свои места. Пока, как бы, надо понимать, что вот эти процессы, они, как бы, в любом случае могут проходить, как говорится, подковерно и, как говорится, иметь какие-то тайные договоренности и так далее. Я вам уже говорил, да, что перед выборами могут договориться и держаться ниже. Хотя, еще раз говорю, конкретно спрос растет, сокращаются запасы. И это говорит только об одном, что цены на нефть должны расти. Но эти ублюдки, естественно, делают, соответственно, манипуляции с рынком. В общем, запасы сырой нефти, как я уже сказал, будут выходить официально в 17.30, а перед этим у нас произойдет непосредственно отчет ОПЕК, да, не, простите, не отчет, а именно заседание. И заседание ОПЕК уже после него, эти запасы могут уже стать актуальными, то есть непосредственно запасы может реагировать нефть. Но мы помним, да, что непосредственно кусок доллара, вот этот, он, естественно, индекс доллара пойдет давить на нефть. Мы это видели неоднократно. То есть, если даже, допустим, там сократятся сильные запасы, ОПЕК может заявить о сокращении добычи, нельзя исключать, могут отложить вот это вот, как говорится, на увеличение добычи, да, которые используют вот этой махинации. Но при этом доллар может резко пойти вверх для того, чтобы давить цену на нефть и не дать им вырасти. Вот это надо понимать. Что они сейчас будут, собственно говоря, делать? Это, естественно, держать цены на нефть в диапазоне не выше 75. Как только нефть начнет восстанавливаться, доллар резко пойдет на укрепление для того, чтобы ее опять удержать и не дать выйти за 75. Этот процесс будет абсолютно очевидный. Абсолютно. И, соответственно, как вы понимаете, это при росте цен на нефть, когда, соответственно, рубль должен в этой ситуации, соответственно, укрепляться, он будет укрепляться через доллар, воздействие доллара. Если воздействия доллара не будет, а нефть будет расти, то, соответственно, рубль будет, возможно, и не укрепляться. А, возможно, будет даже и в этот момент ослабляться. Потому что, если ЦБ и Минфин будут проводить в рамках бюджетного правила, например, покупку валюты больше, чем продажи, и при этом мы видим, что, если, допустим, доллар укрепляться не будет, а нефть будет расти, например, там на заседании, после заседания ОПЕК и так далее, то и офшорный юан не будет падать, а значит, соответственно, укрепления рубля не будет. Вот это тоже надо понимать. Значит, смотрите, выступление члена ФРС Боумана, это уже после запасов нефти в 18.00, это вот, смотрите, это четко прикрывание. То есть, как только выйдут запасы, которые, соответственно, могут спровоцировать рост цен на нефть, тут же выступает клоун ФРСник, фуфлыжник, который будет делать так, чтобы доллар пошел вверх и, соответственно, подавил цен на нефть. То есть, это надо четко понимать, это стратегия выстроена у этих ублюдков очень давно уже. Теперь смотрите дальше, собственно говоря, для России, господа, наступает важная статистика. В 19.00 будет данные по ВВП, месячный год-году. Дальше, также в 19.00 рост реальных зарплат в России год-году, объем розничных продаж в России год-году, уровень безработицы в России и речь члена ФРС Баркина, еще одного клоуна из ФРС. Значит, смотрите, по российской статистике, как вы понимаете, это прежде всего нас будет интересовать ситуация со ставкой, потому что мы понимаем, что все эти данные, они прежде всего говорят только о том, насколько экономика России устойчива и, соответственно, можно ли дальше повышать ставки или удерживать ставки. А мы помним, что основная проблема, это, конечно, дефицит бюджета, проблемы с низкими ценами на нефть и, соответственно, девальвация рубля почему идет? Прежде всего, конечно, потому что транзакции проблемы и цены низкие на нефть. И это все, соответственно, идет через эмиссию рубля, то есть печатается рубль. Поэтому тут все очевидно. Если данные покажут, что экономика устойчиво себя чувствует, значит, с большой вероятностью ставки не будут снижать, а то и начнут повышать. Потому что, еще раз говорю, на курс это не влияет. Что бы вам там про хиньей всяких YouTube, Telegram каналов не говорили о том, что ставка там на курс влияет. Нет, это все полный бред. Полный. Ставка и курс абсолютно разные вещи. Курс, он вообще дает возможности как раз при регулировке определенной девальвации, ослаблении, укреплении, как раз регулировать те же решения вопроса, связанные с бюджетом, к примеру. А непосредственно ставка помогает сдерживать инфляцию при той же, как говорится, печатании рубля, эмиссии рубля, для того, чтобы, соответственно, не разгонялась инфляция. Поэтому эти процессы, они работают совершенно по-другому. Не так, как рассказывают многие 99% в YouTube, Telegram каналах. Значит, смотрите. Как я уже сказал, российская статистика нам будет нужна только, прежде всего, по решению поставки. Если ставка будет повышаться, ну, то есть, если вероятность того, что экономика покажет хорошую статистику, да, не будет замедляться и так далее, значит, вероятность повышения ставки вырастет. И мы понимаем, что в этой ситуации, ну, можно будет подпечатывать еще больше, да, тем более экономика, если чувствует себя нормально. Ну, и, как я уже сказал, Баркина, там, этот очередной фуфлыжник выступит и попытается, соответственно, в очередной раз там поддержать доллар и так далее. Ну, и, господа, переходим к четвергу. В 15.30 общее число лиц, получающих пособия по безработице. А в 15.30 число первичных заявок на получение пособия по безработице. Вот это, господа, еще один, третий массив данных, который имеет колоссальное значение, может оказывать сильное влияние на ситуацию с американским рынком и непосредственно на доллар, индекс доллара. Вот, поэтому это все рынок труда. Число первичных заявок на получение пособия по безработице колоссально имеет значение. Они закладывают, что они сократятся с 218 на 220, а вырастут, простите, вырастут с 218 на 221. То есть, если даже они вырастут, опять же, не является пока отрицательным. То есть, они заранее в своих прогнозах указывают на, возможно, негативный сценарий и при этом, соответственно, рынок тогда не должен будет падать. Потому что в этой ситуации, если заявки на получение пособия по безработице пойдут в рост, значит, соответственно, это замедление, опять же, экономики. Но вероятность снижения ставки. А если они, получается, покажут, наоборот, сокращение, то это будет говорить о том, что рынок труда, наоборот, достаточно устойчивый и, соответственно, вероятность ставки может повышать и дальше. Все это может укреплять доллар. Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели, но это уже так, дополнительные. Смотрите, Международные резервы Центрального банка в 16.00. Это будут данные по ЗВР российскому. Ну, соответственно, мы, помните, с вами все время говорим, что если они растут, на это можно подпечатывать дополнительные деньги. Композитный индекс деловой активности в 16.45. Композитный индекс деловой активности PMI. И индекс деловой активности PMI в секторе услуг. Вот два тоже индекса выйдут, очень имеют тоже важное значение для ситуации оценки американской экономики. Дальше. Индекс менеджеров по снабжению в непроизводственной сфере туда же. Индекс цен в непроизводственной сфере тоже АТСМ туда же. Это все, господа, американская статистика по экономике. Индекс цен в непроизводственной сфере, как вы понимаете, это к вопросу данных по инфляции. Индекс менеджеров по снабжению это к вопросу о том, насколько у самих менеджеров, которые снабжают сами предприятия, непосредственно тоже может расти непосредственно инфляция. И если у них растет, значит, соответственно, у производства растет. А у производства, значит, у потребителя. То есть это как бы цепочка, которая, естественно, начинает запускать вероятность того, что инфляция будет разгоняться. Индекс деловой активности это та самая активность, которая показывается, насколько, собственно говоря, у США бизнес развивается при нынешних ставках, при нынешнем давлении со стороны ДКП. И, соответственно, насколько она все это дело выдерживает. Вот это, безусловно, имеет сейчас колоссальное значение вместе с рынком труда, вот способен по безработице, с вакансиями, с занятостью. Это все колоссально имеет значение для того, чтобы дальнейший доллар либо укреплялся, либо оставался ослабленным, ну, вот не ниже 150. Потому что ниже он ослабляться не будет. Он будет либо укрепляться дополнительно, либо оставаться на тех же значениях. Значит, дальше. Выступление Бостика в 17.40 уже это выступление непосредственно очередного нашего трижды уже, трижды Бостик будет выступать, смотрите, на этой неделе. Фуфлыжник, который, естественно, влияет напрямую на рынки. И уровень безработицы в Российской Федерации. Ее ждут без изменений 2.4, 2.4. То есть, в принципе, это к вопросу, опять же, российской экономики. И, соответственно, про инфляционных и дезинфляционных признаков. Ну, и смотрите, теперь пятница. В 15.30 средняя почасовая заработная плата по сравнению с алгоритмичным периодом прошлого года в США. Средняя почасовая заработная плата месяц к месяцу в США. Изменение числа занятых в несвязательном секторе. Вот это, господа, важнейшая статистика. Напоминаю, мы ее получаем предварительную, это еще не окончательно, в среду изменение числа занятых в несвязательном секторе. Мы были, помним, на прошлой, по-моему, или позапрошлой неделе, когда получили эту статистику, и она получалась, что та, которая показала непосредственно предварительное, оказалась не соответствовала потом, да, официально, которая потом выходила в пятницу. Вот здесь, поэтому, как говорится, будут считывать эти сигналы для того, чтобы понимать, что уже готовится как пятница, да. Поэтому изменение числа занятых в несвязательном секторе, за этим надо будет следить колоссально важно. И, естественно, динамика доллара сразу на это может отреагировать. Притом у нас будет уже прогноз к этому в среду. В 15.30, запомните, дальше, доля экономически активного населения тоже в 15.30, это не так важно. В 15.30 изменение числа занятых в частном несвязательном секторе, вот это тоже будет иметь колоссальное значение. Дальше, уровень безработицы тоже в 15.30 и уровень безработицы за сентябрь тоже в 15.30. И дальше, последнее выступление члена ФРС Уильямса в 16.00. Все, господа, на этом у нас неделя закончится. Вся вот эта статистика будет иметь колоссальное значение для воздействия на доллар. При воздействии на доллар, соответственно, это будет также влиять на нефть. Влияние на нефть также будет влиять на рубль, да. То есть, как, соответственно, будет реагировать действие Центробанка Минфина. Поэтому, естественно, нам за этим надо будет внимательнейшим образом следить. А теперь переходим к прогнозу. Значит, смотрите, как вы понимаете, так как, в принципе, нефть сейчас, скорее всего, до опека, как минимум, будет находиться под давлением. Обратите внимание, мы еще не получили валютные интервенции на этой неделе. По крайней мере, я пока не видел. Может быть, календарь поменяется. И тогда надо будет это отслеживать. Числа 3-го валютные интервенции по Российской Федерации должны выйти. И это колоссально важно, потому что, чтобы определять дальнейшую динамику по курсу валют, нам надо понимать, как будет себя вести непосредственно Центробанк и Минфин. Но уже сейчас можно сказать о том, что на данном этапе, смотрите, во-первых, первый момент. Мы понимаем, что индекс доллара уже все. Ниже 150 он не пойдет на ослабление. Все. То есть, он может уходить только на укрепление, что автоматом будет поддерживать рубль в такие моменты, когда он, собственно говоря, будет начинать непосредственно укрепляться. Поэтому интересная получилась уже вся ситуация. Раньше было все наоборот. Доллар рос против рубля, рубль слабел. Представляете, как теперь выстроена российская система финансовая, когда, собственно говоря, укрепление доллара растет против всех валют, кроме рубля. Рубль в этот момент, наоборот, укрепляется. Вот так мы теперь живем. Новая такая реальность. Ну и смотрите. Значит, ситуация какая? Так как мы понимаем, что индекс доллара ограничено, может куда-то ослабляться. А я вам хочу сказать, что, смотрите, уже в пятницу, в пятницу, произошло резкое укрепление, ослабление рубля. Резкое. Смотрите. Улетели за 94. Улетели за 94. Это произошло прямо вот в пятницу под самый, можно сказать, конец. Я помню, даже видео уже вам записал, потом открываю, собственно говоря, а курс улетает. И смотрите, юань к рублю именно в непосредственных расчетах на завтра, где у нас кросс-курс, тоже показал ослабление дополнительное. 13.28. То есть, это почему так важно? Это говорит о том, вот смотрите, официальные курсы тоже откроем. Китайский юань, смотрите, 13.21, как я уже говорил, да. Вот этого ослабления не было еще тогда, когда я записывал. Официальные курсы, они уже закрылись. И смотрите. Доллар-рубль 92.70, то есть мы практически 93 подходим, да. А евро 103.46, то есть здесь тоже пробит 103 уровень. То есть, смотрите, что получается. У нас фактически пробиты фундаментальные уровни. По юаню это 13. И мы сместились еще выше. Помните, я вам говорил, что мы идем в диапазон 13.60-13.80. Вот сюда мы идем, по юаню. И, судя по всему, так оно и происходит. Вот здесь у нас абсолютно те самые значения, которые, как говорится, и эмиссии рубля определены фундаментально. Вот мы в эту зону идем. И она у нас начерчена очень давно, еще с тех времен. И до сих пор, как вы видите, все работает. Все работает. Поэтому здесь большой вероятностью ждем, естественно, бюджетные правила. Но уже видно, что мы ушли за 13. Такого раньше не было. Мы раньше все время до 13 доходили и выше не уходили. А это говорит о том, что мы уже переходим вот этот диапазон, который был 13 и, соответственно, там 12.80-12.60, вот в этой зоне. Теперь за 13 мы переходим и уже уходим в район 13.60-13.80. Что, естественно, говорит нам о том, что доллар-рубль переходит в диапазон 95, как я вам и говорил. Вот тут с большой вероятностью должно, по идее, быть остановка. Пока, по крайней мере, я думаю, там должна начаться консолидация. Говорить пока рано. Видите, вот эти тесты нам в свое время тоже показали эту зону. Но в любом случае, что я думаю, что в ближайшее время, вот как мы видим по официальному курсу 92.70, мы, скорее всего, перейдем в итоге к 93.70. Вот сюда. Вот сюда. То есть зайдем за 93 и будем штурмовать 93.70. Но, естественно, неофициальный курс может быть и выше. Он может улетать и за 95, да. Но к 95 точно. Насчет выход 100 и прочее, я пока в это не верю. И еще раз говорю, надо ждать бюджетные правила. Тем более, цены на нефть пока, вот по падению они пока стабилизировались. Ниже они пока не уходят, да. Поэтому я думаю, что это тоже определенным образом поддержит дополнительную девальвацию. Но мы посмотрим, мы посмотрим, будет ли она дополнительно, как говорится, по объемам валютной интервенции и так далее. Ну и евро к рублю, да. То есть здесь получается, естественно, мы зашли за 103 и мы видим даже по официальному курсу, это 103.46. 103.46. То есть 103 пробит, 103.46. А 102.60 и 103, это был тот предел, куда мы, собственно говоря, все это время не проходили, да. Все время эти уровни держались. Это говорит о том, как я уже сказал, мы переходим в другой диапазон. Переходим в другой диапазон. Поэтому здесь, скорее всего, удержание будет в районе 104.50. Но я думаю, тут можно, наверное, немножко поработать с техникой. Вот смотрите, непосредственно, что касается доллар-рубля. Вот давайте сейчас его включим, какой нам нужен. А именно, сейчас один момент. Вот смотрите. Смотрим здесь ближайшую динамику. Удержание в районе 93. Ну, это что и требовалось доказать. Непосредственно. 93, непосредственно удержание. Откат, если будет происходить не ниже 90.50. То есть вот он сохраняет вот эти наши уровни. Смотрите. Берем непосредственно технические уровни. Непосредственно технические уровни. Ой, не технические, простите. Фундаментальные. 90.55. Вот он. 90.55. Видите? У нас этот уровень абсолютно фундаментальный. И здесь на технике, в алгоритмах, мы тоже это видим. Что 90.50 у нас вполне еще сохраняется. То есть получается, если даже мы, допустим, не удерживаем 93, будет какое-то сильное укрепление. А вы видите, что вот здесь мы четко, например, когда уходили на 88, получили эту поддержку и отсюда пошли на дальнейшее ослабление. Вот сейчас она переместилась и она находится в районе 90.50. Что, в принципе, наш фундаментальный уровень, естественно, подтверждает. Дальше смотрите, что получается непосредственно с трендами. Тренды у нас краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. Все находятся в росте. То есть они показывают ослабление рубля. Давайте посмотрим, что у нас с юанем. Здесь, соответственно, 13.20. Вот он. То есть мы теперь получаем поддержку в районе 13.20. И, соответственно, если будут откаты не ниже 12.80. Что полностью подтверждает наши фундаментальные уровни. Смотрите. Вот они. 12.80. Вот он. И удержание 13.20. То есть вот здесь, в районе 13.20, диапазон выше уже 13. То есть переход 13.20, 13.40. Ну и, как я уже говорил, 13.60, 13.80. Это куда мы, собственно говоря, потом направляемся. Так, а здесь у нас вот этот не загружен. Вот, смотрите. Здесь тоже картина следующая. Следующий в итоге уровень ослабления 95. Вот он. 95. И если, соответственно, будут откаты, ну мы уже говорили, 93.50. И 93 ровно. Вот ближайшие. Ну это вот как раз к вопросу о том, что мы официальным курсом должны будем в итоге преодолеть 93. Ну и, как я уже говорил, до 95. Вот эти все выходы дальнейшие пока под вопрос. Пока под вопрос. Будем смотреть. Но факт остается фактом, что здесь с большой вероятностью, кстати, евро еще не посмотрели. Евро еще. Давайте посмотрим. Один момент. Вот он достиг как раз вот этой точки, 105.30. И, соответственно, откаты 104, 103.60. 103.60. Вот так он может быть. И, соответственно, ну наш 103. 103. То есть уже непосредственно физический уровень для него в районе 103. Это та поддержка, которую, собственно говоря, он может, собственно, прийти на которую. Так, еще один у нас есть. Давайте еще один график глянем. У нас, я уже говорил, техники у нас очень много на самом деле. Просто мы никогда к ней не привязываемся, как к основному прогнозу. Так, ну давайте посмотрим. Нас интересует именно вот этот. Так, вот смотрите. Ситуация какая. Точка разворота вижу как раз. Вот, точка разворота 94.50. То есть вот сюда он может в итоге достигнуть. 94.00. Соответственно, это уровень, который могут, ну, граница цен. И она, соответственно, может быть либо удержана, либо в итоге пробиваться за 94.50. И выход, как мы уже говорили, на 95. То есть здесь, в принципе, главное нас вот что интересует. Цели здесь вот технически. Давайте посмотрим. Вверху их нет. Обратите внимание, вверху их нет. Но они есть внизу. А внизу вот квартальная 91.60. Годовая вообще на 88.50 проходит. Вверху, еще раз говорю, целей нет. То есть это идет чистой воды. Фундаментальное воздействие. А именно, соответственно, девальвация рубля. Давайте посмотрим по юаню. Картина такая же. Цели нас тоже интересуют. Вот смотрите. Тоже, да? Нету наверху целей. Нету. Цели есть внизу. Годовая 12.30. А непосредственно квартальная выше. 13.00. То есть вот здесь, вот когда мы на 13 были, здесь вот как раз была технически даже обоснованная картина вернуться именно на 13.00. Даже когда мы вниз падали. И, соответственно, не ниже было 12.30. Вот мы так, в принципе, здесь и свалились. Вот когда годовая цель там была, вот мы падали. Отсюда шло укрепление не ниже 12.30. Вот цель годовая здесь четко это подтвердила. Это технические цели. Еще раз говорю, верхние нету. Поэтому как бы просто для определенного ориентира. А в реальности, как я уже сказал, все будет зависеть сейчас от бюджетного правила. Какой, собственно говоря, даст нам непосредственно ЦБ, Минфин и, соответственно, какие будут объемы покупки-продажи, куда будут больше склоняться. Как я уже сказал, в целом девальвация рубля явно продолжается. Но учтите, она происходила прежде всего еще и на падение цен на нефть. Они практически на 72 фактически стабилизируются. Будут ли продавливать ниже 72? Я думаю, что саудиты, скорее всего, на это не пойдут. Но все равно, как бы, внимательно за этим будем следить. А вот ситуация с транзакциями, ну тут впереди БРИКС, господа. Поэтому, еще раз говорю, здесь все пока не так однозначно. На этом, господа, я, собственно говоря, заканчиваю. Напоминаю, те, кто интересуется не только курсом доллара-рубля, а вообще финансовым рынком. Так, подождите, еще один момент. Про золото не поговорили, про биткоин. Смотрите, золото у нас, как я и говорил, в районе 2700. Пока остановка. Пока остановка. Дальнейшие вот эти события, убийства настралы и так далее, они могут завтра, конечно, еще как бы привести к динамике. Хотя, потому что, ну тут есть риски. Еще и США заявило о том, что перегруппировка, там, группировку еще дополняет и так далее. То есть риски третьими растут. Соответственно, золото взять может прийти в движение. А вот биткоин, господа, да, это чистой воды. Только ожидание американского рынка. Если американский рынок, как говорится, пойдет вверх, экономика будет хорошая, потянут на 70 тысяч. Если не пойдет, опять рухнет. Потому что, по факту, он пустышка. Ничего в нем нет. Только общий фон и больше ничего. Драйверов ноль. Стоимость фактически абсолютно дутая. Просто из-за электроэнергии, которая в него была вхлопана. И, соответственно, тех фондов, которые, собственно говоря, повбухивали туда бабла, для того, чтобы, соответственно, это говно держать. Вот и все. Поэтому здесь, в принципе, все банально просто. Здесь, соответственно, мы ждем прежде всего, как будет развиваться ситуация с американским рынком. А вот, господа, смотрите, еще из рубрики «Я же вам говорил». Помните, разговоры были про хомяка? И спрашивали, и я отдал вам ответ, что считаю, что есть как раз даже, есть смысл, наверное, его на маленькую сумму какую-нибудь просто купить и забыть. И смотрите, вышло. Только я с вами об этом поговорил. И буквально на следующий день выходит новость. Смотрите. Я вам говорил, что мы просто знаем, как устроен рынок. Смотрите. Легендарные хамстеры в кошельке. Зарабатывайте 300% годовых. Еще раз говорю. Вот это все вышло уже после того, как я провел с вами то видео. То есть это вышло на следующий день. То есть это никак не связано. Это не была какая-то реклама, там еще что-то. Вообще не связано. Зарабатывайте 300% годовых на монетах из популярной игры «Хамстер Комбат» в вашем кошельке. Положите до 20 тысяч хамстеров, сток, да, то есть холдеры, на бонусный счет и получаете еще больше хамстеров. Акция действует до 1 октября. Не пропустите. В кошельке можно обменять тон, USDT, биткоин или биткоин, чтобы получить больше хамстеров. Или купить монеты у других пользователей на P2P маркете. Вот и все, господа. Вот это уже процесс запускает непосредственно покупки этого хамстера. И как я вам говорил, на этом, собственно говоря, и пойдет уже вероятность там роста стоимости. То есть распродали, на самом мизере закупились, а теперь, собственно говоря, процесс начинается. Это ровно к тому, как я вам говорил, как устроены рынки. То есть, соответственно, как я вам тогда сразу сказал, что вот вам, пожалуйста, можете купить просто за копье, не тратя там полгода на его добычу, тапанье это. И, собственно говоря, они, как я уже сказал, не бросят это непосредственно от проект, будут дальше двигать. Так оно и получилось. Ну и, как я уже говорил, господа, на этом я заканчиваю. Напоминаю, те, кто интересуется не только курсом доллара-рубля, подписывайтесь на наш телеграм-канал Trader Club, анализ акций. Ссылка в описании находится любого абсолютно видео. Что полноформатном, что, как говорится, шортах, что прямых эфирах там и так далее. Всегда можете найти, ссылка всегда там присутствует. Также напоминаю, что, естественно, те, у кого проблемы с YouTube и вообще в целом, как бы, так как все-таки YouTube могут в любой момент либо нас заблокировать, либо YouTube заблокирует, то подписывайтесь на альтернативные площадки. Например, в каждом именно видео в описании есть ссылка на Яндекс.Дзен. Там полностью дубликат этого канала, да, более того, там даже есть прямые эфиры записи, здесь нету, здесь мы только по валюте ведем. Там, как бы, более даже, как говорится, более обширный вариант видео, и вы можете все там, естественно, посмотреть и, соответственно, без всяких там тормозов и так далее, да. Ну и туда подписывайтесь или сохраняйте хотя бы ссылку для того, чтобы можно было нас найти, если вдруг здесь нами что-то случится. Такой вариант тоже, как говорится, надо и не исключать. Поэтому здесь, соответственно, конечно, мы будем продолжать снимать, безусловно, как и делали раньше, но все равно, если какие-то проблемы возникнут, то есть, по крайней мере, альтернативные площадки. Также напоминаю, что у нас в этом канале всегда присутствует самая важная информация, которая имеет непосредственно колоссальное значение для ситуации воздействия на рынках и так далее. Очень много было информации непосредственно связанной с событиями на Ближнем Востоке. Вот тут, кстати, тоже, смотрите, на русской крови богатеют IT в США. Да, владелец Палантир Технологис, американский Айкити Лавки, выпускающий и инструменты для военной разведки и наведения, да, кто не знает, вот Палантир, он как раз тот самый искусственный интеллект, который воюет с нами. На неделе продал акции почти на 600 миллионов долларов и на акциях Палантир, снабжающие софтверными приблудами, хохлонацией на остатки страны, 2004 в этом году он заработал уже больше одного миллиарда. Это к вопросу о том, как эти твари, конченые ублюдки на нас зарабатывают, на нашей крови, да, и это реальный факт. И вот этот искусственный интеллект, который они там все, как говорится, все раздувают, да, вот этот, в том числе, искусственный интеллект, это сатанинское создание непосредственно, да, вот их непосредственный искусственный интеллект, он четко стоит задача обучаться на нашей крови. Вот это надо четко понимать. Ну и смотрите, как я уже сказал, информации было очень много. Было очень много информации. Но, естественно, нас интересует прежде всего, да, информация, которая выходила, связанная с воздействием на непосредственно рынки, потому что много было кадров, уничтожений и так далее, все это, безусловно, играло роль, но нас интересовало прежде всего, какие будут развиваться события прежде всего, то есть как отвечать будет Хазбалла, что будет отвечать Иран и так далее. Поэтому, если интересно, вы можете всю эту, на самом деле, как говорится, сводку посмотреть в телеграм-канале, мы ее ввели на, как говорится, прямом, что называется, эфире. Ну и, как я уже сказал, естественно, у нас на этом канале самая важная информация и проходят еще прямые эфиры. Также услуга персонального сопровождения, сейчас я вам покажу, прямые эфиры выглядят вот таким вот образом, непосредственно каждый день, кроме выходных. Там мы в онлайн-режиме рассматриваем все, что связано с рынками, все, что связано с валютами, поэтому можете тоже присоединяться, будет, я думаю, вам тоже это полезно. Ну и, конечно же, услуга персонального сопровождения, которая выглядит и выходит тоже только в конце непосредственно всех дней будних, на выходных не выходит. Выглядит вот таким вот образом. Онлайн-сопровождение, обучение, помощь, там, консультации и так далее, все это в онлайн-режиме. Конкретно анализ полноценный, не какие-то там рисуночки, больше ничего, да, а конкретное понимание ситуации, технический анализ, фундаментальный анализ, геополитический анализ, там, экономический, финансовый и так далее. Все это, безусловно, дает возможность, как говорится, помогать вам максимально эффективно, поэтому, если нужна будет такая услуга, можете переходить. Например, многие берут, когда покупать валюту, когда продавать валюту и, соответственно, пользуются этой услугой для того, чтобы знать, когда по более выгодному курсу это реализовывать, не дожидаясь там видео и так далее, как раз, когда все это происходит в режиме реального времени. Также напоминаю, что у нас есть абсолютно живой, как говорится, чат, в нем находятся такие же живые люди, делятся также свои информации определенными своими, как говорится, даже там торговыми идеями и так далее. Поэтому тоже можете непосредственно присоединяться, тоже, я думаю, будет вам полезно, вся информация, безусловно, обсуждается там, да, поэтому можете присоединяться к этим дискуссиям и, думаю, вы от этого не разочаруетесь. Также напоминаю, что непосредственно здесь мы, конечно же, и на всех альтернативных площадках будем продолжать снимать это видео, каждый день делать эти видеообзоры. Как я уже сказал, именно за счет этих непосредственно календарей мы можем заглядывать несколько в будущее, знать, что является важным моментом, что во сколько даже мы стали с вами сейчас выкладывать вам время, чтобы вы знали точно, когда быть, как говорится, у мониторов и следить за ситуацией. И ждать, когда могут произойти серьезные там события, да, в отличие от техников, которые понятия не знают, когда, что, потому что у них только чертежи. Они не знают, на чем двигается цена, из-за чего она пойдет, пойдет ли она туда или пойдет не туда, они этого ничего не знают. И даже вот такие там именитые, как Бержевики, Елисеевы, там Черных, там Кречетов и прочее, да, вот эти все товарищи, которые в реальности даже не понимают, как на самом деле работает рынок, а только единственное, что занимаются чертежами и попытками привязать к своим чертежам какие-нибудь фундаментальные новости. Все, вот все, что заключается в их непосредственно, в их прогнозах и так далее. А как я уже говорил, ситуацию с курсом, если вот они берутся за курс, то там вообще, извините меня, я помню еще до, как говорится, санкций против Мосбиржи, тот же Кречетов заявил, прям видео у него было, я прям думаю, блин, неужто он до этого дошел, а, неужто такое произошло. Он говорит, честно говоря, в курсе валют рубля, хреновенько что-то стал работать технический анализ, дошло до клоуна, что на самом деле он там вообще никогда ни хрена не работал. Но это ладно, суть не в этом, когда он сейчас стал изменяться, еще сложнее становится тяжелее, то вы просто должны понимать, что все их прогнозы полные лажа, вообще не случая, как говорится, ничего. В реальности это просто гадание на кофейной гуще, рисование рисунков и все. Поэтому, естественно, мы, благодаря нашей фундаментальной базе, благодаря нашим непосредственно постоянным изучением всех событий, изучением этих календарей, естественно, делаем прогнозы максимально близкие к реальности. Естественно, каждый день, снимая, разбираем все, что могло повлиять, все и каким образом. Если произошли какие-то события, которые не заходили в календарь, мы вам все равно об этом сообщаем, если они оказали какое-то влияние. И поэтому каждый день вот так снимая, двигаемся к пятнице. В пятницу подходим непосредственно к, как говорится, подведению итоги всей недели. Прошлая неделя, как мы помним, была достаточно интересная. Это будет не менее интересной. На этой неделе будет огромное количество вот этой статистики с рынком труда, с американской экономикой. И, конечно же, что там будет происходить с Ближним Востоком и, соответственно, с Российской Федерацией. Не забываем, удары по Российской Федерации ракетами еще пока не нанесены. Но они будут нанесены. Вопрос как и где. Поэтому здесь, как говорится, за этим есть что понаблюдать. Так что в пятницу, естественно, будем подводить итоги. Не пропустите. И, конечно же, уже переходя от пятницы, зная, что было на прошлой неделе, будем переходить к воскресенье. Как сегодня, когда у нас идет обзор на следующую неделю. Здесь, естественно, у нас будут абсолютно новые календари, которые, безусловно, будут нам давать возможность заглянуть немного в будущее. И мы, естественно, уже знаем, что происходило в пятницу. Что, какие события будут происходить непосредственно в понедельник. Ой, в понедельник, простите. На следующую неделю, в воскресенье, да, новых календарей. И, конечно же, события, произошедшие за субботу-воскресенье. В эту субботу-воскресенье, как я вам обещал, так, в принципе, и получилось. Я вам сразу сказал, что спокойно не будет. Что непосредственно удары будут со стороны Ближнего Востока с большой вероятностью увеличиваться. Что есть вероятность начала вназемной операции, пока она не началась, но она может начаться. И мы видим, что подготовка к этому полностью проведена. Поэтому, естественно, все события важнейшие происходят, как правило, в субботу-воскресенье, чтобы не оказать непосредственно на основную торговую сессию сильного воздействия. И поэтому за этими событиями надо, безусловно, следить, чтобы непосредственно понимать, как они могут оказать влияние на следующую неделю. Потому что, когда они происходят на выходных, безусловно, на основную сессию они не оказывают влияние, но на следующую неделю оказывают. И это, соответственно, естественно, мы тоже внимательным образом наблюдаем. Особенно, я говорю, там, заявления всевозможных о санкциях, там, боевые действия, какие-то операции, там, удары, там, все, что угодно может быть. Все, что может сильно показать, оказать влияние, все это происходит часто за субботу-воскресенье. И мы неоднократно в этом убеждались, я вам неоднократно это показывал. Поэтому здесь, естественно, учитывая уже, что произошло за субботу-воскресенье, зная, что было на прошлой неделе и зная, что будет на следующей, вот тут, исходя из этого, господа, мы уже пытаемся делать прогноз, максимально стараясь приблизиться к реальному прогнозу на следующую неделю. Несмотря на то, что, еще раз говорю, делать это очень сложно, очень тяжело. Каждый раз конъюнктура меняется, надо каждый раз понимать механизмы, они тоже все время изменяются, вносятся какие-то коррективы и так далее. Тем более, когда у нас курс перестал быть вообще биржевой, вот, поэтому, естественно, прогнозировать его стало на порядок сложнее. Но мы с этой задачей, как вы видите, справляемся и даем максимально близкие прогнозы к реальности. Поэтому ошибаться, конечно, тоже можем, но, еще раз говорю, это нормально, потому что мы занимаемся прогнозом, мы занимаемся аналитикой, а не просто рисованием, черчением, гаданием и предсказанием. Поэтому, естественно, и такие моменты могут быть, тем более, еще раз говорю, стоим на самом тонком льде. Самый-самый тонкий лед, это когда вы непосредственно пытаетесь сделать прогноз по валюте на буквально там завтра, послезавтра и так далее. Практически за это не берется никто. И мы при этом все равно это делаем. Прекрасно понимаем, что мы можем в любой момент попасть там под волну хейта и так далее. Но мы знаем, что мы делаем, мы знаем, как делаем свою работу, поэтому мы уверены, что максимально все-таки эффективно мы ее выполним. Поэтому, господа, если хотите во всем этом разбираться, если не хотите просто наблюдать за всякими там чертежниками, рисовальщиками и так далее, а понимать реально, что на что, каким образом влияет, к чему приводит и как это может отразиться на ситуации с курсом валюты непосредственно на рынках, следите за нами, подписывайтесь и будьте в курсе. Еще раз благодарю всех, кто с нами давно, все, кто поддерживает наш проект. Мы вас всех видим. Мы стараемся всегда и отвечать на вопросы и так далее. Так что не думайте, если там даже вам не ответили, в эфире можем даже ответить и так далее, когда записываем видео. Естественно, большое вам спасибо, что с пониманием относитесь и к нашей позиции, потому что, еще раз говорю, врага мы будем называть своими именами. Отношения у нас к ним абсолютно однозначные. Мы не подстраиваемся, не прогибаемся под разные, как говорится, желания кого-то, кого и где-то, чтобы там увеличить количество аудитории или еще что-то. Нет, у нас есть четкая позиция, мы ее будем следовать все время. Ну и, конечно же, новеньким добро пожаловать, всегда приятно, когда видим, что есть новые люди, приходят, также задают вопросы, переходят там же в телеграм-канале, мы их тоже видим. Вот, поэтому, собственно говоря, всегда готовы к дискуссии, всегда готовы помочь, где-то, как говорится, проконсультировать, либо там объяснить что-то и так далее. Многие приходят с вопросами, мы это тоже видим. Вот, поэтому тоже добавляйтесь, как говорится, присоединяйтесь. Те, кто пытаются нам как-то навредить, пытаются там просто нести какую-то, как говорится, грязь в своих комментариях, пытаясь там какие-то сделать детские там, извините меня, оскорбления там и так далее. Мы тоже вас видим, господа, тоже видим, тоже наблюдаем. Нам, конечно, по большому счету на вас все равно, потому что какрован идет, собаки лают, мы уже об этом говорили. Вот, но, как бы, чтобы, так сказать, не вводили вы в заблуждение других людей, да, не пытаясь там скачать лодку и так далее. Мы все это знаем, как работают все эти цепсо там, все эти подсадные утки там и так далее, как пытаются на любом поводе раскачать, разогнать эти комментарии, потом, собственно говоря, начинать сеять панику и прочее там, да. Любая почва, неважно, там особенно много ждут, когда там, типа, у России что-то будет плохо там или там, например, вот ситуация на Ближнем Востоке, там мы тоже это видим, да. Много же есть, кто там, как говорится, поддерживает Liberace New или там, что называется, золотополосатый флаг там, звездный, да, и так далее. Поэтому тут все понятно, мы тоже вас видим, поэтому еще раз говорю, если просто будете пытаться раскачать лодку, будем банить, если просто будете, как говорится, вести себя неуважительно, тоже будем банить, вот. Ну, а остальным, господа, пожалуйста, вступайте в дискуссии, задавайте вопросы, без проблем, всегда готовы ответить. На этом, господа, заканчиваем и до завтра.